Добрый-добрый-добрый день всем! У микрофона Друг, студия Игрокам ТВ, у нас Гесси Кап. Немножко сместилась картиночка Доты, уж извините. Тут половину эмблемы пришлось пожертвовать, половину эмблемы Гесси Капа. Но это вопрос графики. Я немножечко подпортил картинку, но матч будет в любом случае ровненько смотреться, так что не беспокойтесь. Со стороны команды Тим Малайзия уже пикнули Бэтрайдера, Вайпера, СД или Шрака, Акс, Квин оф Пейн, Шейкер и Дазл для команды Сигней Чит Раст. Пик Малайзии очень примечателен, по-моему, СД или Шрак. Дабла вообще невероятно невывозимая. Что с ними делать, будет думать команда Сигней Чит Раст, это понятное дело. Но пока что по лайнам у Тим Малайзия серьезный комплект, боевой комплект. Во-первых, СД или Шрак, во-вторых, Вайпер. Вайпер в миде, я думаю, Клапу будет унижать по КД просто. Это, собственно, неравноценные герои. Но опять же, все зависит от реализации. Но вы прекрасно понимаете, что Тим Малайзия по подбору персонажей, это ого-го какой коллектив. И Муши, и Куху, и все-все-все-все-все. Короче говоря, Сигней Чит Раст придется очень сильно попотеть, если они хотят хотя бы один матч в данной Бест-Оф-3 выиграть. Напомню еще раз, это серия Бест-Оф-3, у нас плей-офф. И на данный момент Малайзия Сигней Чит Раст играют в полуфинаре. Готовятся к выходу в финал, как я понимаю. И одни и другие, тут понятное дело, что ошибаться вариантов больше нет. Вивер залетает пятым, точнее, пиком для команды Сигней Чит Раст. Ну и все, укомплектовались. Вивера очень давно не было на роли Керри. Вот просто тысячу лет, наверное, не было. Ну, может, не тысячу лет, но месяц, наверное, точно я его не видел. Ну и последний пик для Тим Малайзии. Так вот, полуфиналы данного турнира. Это пара полуфиналистов Малайзии Сигней Чит Раст. И вторая пара полуфиналистов это CSW против Invasion. Австралийцы у нас поборются с коллективом Invasion, но австралийцы как-то вообще не ощущают. Я смотрю, сейчас азиатские коллективы Минески прошли без вопросов. Айдилов прошли без вопросов. С Минески, правда, пришлось сильное CSW посражаться, но там интересные пики прошли, интересные комбинации. Супер-пупер-мид-страта и все. И все. Теперь, думаю, CSW с Invasion больше ставлю, конечно, на CSW. В данной катке действительно посимпатичнее сейчас пик. Тим Малайзии выглядит, ну и вообще Тим Малайзия вроде как посерьезнее по кадровому составу. Посмотрим. Опять же, Dota это игра реализации, игра динамики. Как у кого пойдет, можно напикать великолепную страту и пару раз по глупости слиться на ранних левелах. Где-то даже в пятером. И попробуй потом объяснить, что пик у нас был лучше, а проиграли непонятно почему. Последний пик для Малайзии. 40 секунд остается. Ну и куда, собственно, отправлять-то человека? Нужен еще один саппорт? Возможно, в эту даблун. Или, возможно, нюкер какой-то был бы не лишним. Лесника не хотят видеть. Игначит раз, Timber Soul для Тим Малайзия. Вот это да. Куда Бэтрайдер тогда пойдет? Не очень понятно. Возможно, это будет трипла вообще из Тимбера, Лишрака и Шадоу Демона. Ну, очень функциональная трипла, если вдруг таковая будет. Ну да, там проблемы невероятные будут у каждого из игроков. Тут пила режет статы после, в принципе, шарика от Шадоу Демона и стана Лишрака. Это, конечно, невывозимо для любого. Толстяков в составе команды Сигнейчит раз толком-то и нет. Бумбел прям первый пассажир вообще на тот свет. Канеки тоже у нас на ранних левелах ничего серьезного по ХП не представляет. Ну, разве что Абба может вывозить. Но тоже слабо в это верится. Там где-то от артефактов, возможно, и будет зависеть, умрет герой или не умрет. Но на ранних левелах 100%. Где-то левел 2-3 и Тималази уже должны реализовывать свое преимущество по героям. Муша забирает себе Лишрака. Куху берет Тимберсоу. Так-так-так, так-так-так. Какая еще автоматическая камера? Все, давайте по героям сразу разберемся. Муша забирает себе Лишрака. Кецы Кэмбай играет на Вайпере. Куху будет играть на Тимберсоу. Джонни на Шадоу Демоне. И Ахайо играет на Бэтрайдере. Правильно. Что за азиатская дота без паузы на старте? Бумбел. Забирает себе Даззла со стороны команды Сигнейча Траст. Квинув Пейн для Майпро. Аба берет Такса. Канеки будет играть на Шейкере. И Лейкел сформит на Вивере. Уже как родных Сигнейча Траст. Представляю, уже, по-моему, за последний месяц. Чаще, чем Сигнейчи в моем стриме никто не появлялся. Сигнейча Траст. Напомню, бывший Мид Траст. Теперь переименовались. Новый спонсор. Новые названия. Игра, конечно, старая осталась. Ничего не поменялось в плане игры. Но и до этого игра была неплохая. Поэтому, может быть, менять пока и бессмысленно. Ахайо идет Бэтрайдером сложно. Ну, здесь за ним целый батальон вообще его товарищей по команде. Если в лесу кого-то находят, убивают сразу. Еще раз повторюсь, комбинация у команды Майн Сенити на ранних левелах очень и очень дамажащая. Причем не столь дамажащая, сколько беспросветная для соперников. Там не выйти, просто не выйти из всего, что может предложить команда Майн Сенити. Дизрапшн от мужа сразу же. Сплитерс. И, кстати, ну, собственно, понимаете. Все уже прокачано. Ребята прекрасно понимают, зачем пикали этих героев. Как они будут их реализовывать. Тимберсоу. Останется у нас вот так вот. Не Тимберсоу. Было у меня подозрение, что Бэтрайдер может на себя даблу вытащить саппортов. И ему будут саппортить. Хотя Бэт-то, в принципе, такой. Герой автономии. Может стоять на лайне. Не пошло на лайне, развернулся, ушел в лес. Это не критично. Не понравилось в собственном лесу. Пошел во вражеский лес, украл все стаки. Тоже не проблема. Бэтрайдеру надо ранний даггер. И все. Больше, собственно, каких-то требований к нему нет. Фессура пошла у нас сразу от Шейкера. Разделили команду Майн Сенити. И, по-моему, Куху здесь может и пригореть очень плотно. Фессура до сих пор лежит. Почему такая долгая фессура, а? Сигнечит раз. Первый фраг. Майпро забирает первый фраг. Куху отправляется у нас в таверну. Тимберсоу, который должен был фармить. Фармить в соло. И Тимберсоу разваливается. Нет, не в соло. Все-таки с двумя саппортами. Но тот Тимберсоу, который взят был для зарабатывания денег. Для того, чтобы получать опыт на лайне. Для того, чтобы быстрее собирать себе бладстоуны, шматстоуны. Все вообще, что там Тимберсоу может понадобиться. А по факту Тимберсоу сливается и дарит кучу голды у нас Майпро на мидлейне. И вот теперь Вайпер не кажется мне таким грозным. Потому что у Майпро под деньгом уже все великолепно. Гораздо раньше появится Боттл, например. Чем какие-то порядочные артефакты могут появиться у Вайпера. Поэтому для Сигнейч Траст буст невероятный. Смотрим. Танго себе еще приносит Вайпер. У него 6 танго. У Квапы... У Квапы тоже и свой танго. И еще пробуштили двумя огрызками его. Ахайо уже у нас Лейкелса вообще унижает полнейшим образом Лейкелс. На 70 хп уходит. Это Лейкелс, у которого есть Шукучи, который мог бы избежать, в принципе, атаки, если бы не Фиссура. Я думаю, Ухайо мог бы и догнать у нас Вивера. Ну, получилось. Для того они, собственно, и саппорты. Для того они и стоят на лайне. Ухайо бежит от Крепа. Сейчас собьют ему... Собьют ему баночку. Как же неудобно получилось, да? Ухайо, Ухайо бежит от Лейкелса. Лейкелс цепляет у нас Ухайо. Фиссура под ноги. Еще один удар. И Бэтрайдер отправляется в таверну. 2-0. Сначала для Сигнейчат раз более чем обещающее. Ну и там на сложной. На сложной Абба стоит у нас против Триплы. И помогает Абби Бумбе. Вот Дабла, Даззл и Акс должна, по идее, ломать любую комбинацию. Но пес его знает. На самом деле комбинация Лешрака, СД и Тимберсоу. У меня очень большие вопросы, как Даззл тут будет с ними справляться. Майпро просел по ХП. Тут Вайпер, я так понимаю, просто наплевал с руки. Да, поезда на так уже в 2 вкачаны. Коррозив скин в 1. Никакого нейротоксина. Просто спамить, я так понимаю. Хотя раскачка-то Вайпера, в принципе, стандартная. По одному, в любом случае, на 4-м левеле и нейротоксин. И коррозив скин. Дальше то ли поезда на так макси, то ли нейротоксин. Это уже личное дело играющего. На Кецака собираются выйти у нас. Канеки в мид перетягивается на шейкере. Канеки более чем полезен на ранних минутах. В принципе, ФБ только-то из-за удачной фиссуры и было сделано. Фиссура и правда, как по учебнику была положена. Умудрился одному Тимберсоу отрезать от всей команды. Ну и там уже выпилить его в пятером. Труда для команды Сигней Четрас не составляло. Ладно, это было давно. Давайте как-то о насущных делах поговорим. Вкачивает все-таки нейротоксин. Собственно, то, о чем говорится. То, собственно, что и происходит у нас постоянно на Вайпере. Ну и будет харасить. В любом случае, квапа будет тут хорашена, не перехорашена. Потому что Вайперу ничего для этого не надо делать. Просто один клик кнопочки Q, а дальше по герою. Все, это маны стоит 20. Чтобы спамить у нас чем-нибудь того же Вайпера, надо постоянно Shadow Strike, который кдшится 500 лет на первых ловелах. Scream of Pain, который требует 120 маны, да и 110 маны Shadow Strike. Там квапа сильно не похарасит. Ну а Вайпер, если половину хп сбивает, то уже, в принципе, каждый плевок будет равносилен, наверное, Scream of Pain. Второго, ну пускай не второго, но первого левела это точно. Охайо у нас. Подцепил Канеки. Канеки фиссурой по Охайо. Будут пытаться хотя бы его забрать. Там Вивер, кстати, гонит у нас Бэтрайдер. Но Бэтрайдер на хосте. Кого тут, в принципе, тут догонишь. 2-1. Нашли чем ответить. Тим Малайзия. По фрагам, по крипам, точнее. 23-15 на виде стоит Вайпер. И у квапы у нас всего лишь 7 на 3. Как же сильно Вайпер унижает квапу на мидлейне. Еще один плевок. И Квинов Пейн надо будет в панике отсюда бежать. Дела невероятно сложные у Майпро. Ну же, ну же, ну же. Ну просто не достает у нас Вайпер. Еще одним плевком. Там райт-кликом можно было добить у нас квапу. Видимо, не стал агрить на себя Тауэр. Передумал кец и комбайн. Не хотел тут подставляться. Аба проседает по ХП. Собственно, и рассказ. Муши пошел молниями. Спамить у нас. У Муши, кстати, что там по молниям? 2-го левела молнии. И 1-го левела сплитерс. Ну, под комбинацию, по-моему, великолепность. Тут Диаболики не так критично нужны. Под Дизрапшн от Шадоу Демона. В принципе, сплитерс. А дальше молниями. Куху тоже свое дело делает. Пилу максит. Чтобы резать, резать, резать и еще раз резать. Потому что Пилу будет юзать 100%. Здесь необходимо подрезать статы. Ну, а почему бы не максить данный спелл? Тем более, что по монетам не особенно сильно требует. А 250 на 7-м левеле нормальный показатель. Плюс откат вообще ничтожный. 8 секунд. Спам не переспам. У Лейклса 26 на 8. У Охайо 17 на 0. Что-то да все-таки подзаработал у нас Бэтрайдер. У Куху на легкой линии 35 на 6. Он на первом месте по фарму. Что там у Аббы? 20 на 1 у Акса. Муша с Джонни в спину зайдут сейчас дабле. Бумбелла или Абу кого-то должны забирать. Дизрапшн прячут у нас Бумбелла. Ну и Акс сразу же на подсейв своего саппорта. Кто тут вообще саппорт, непонятно. Развалили на куски у нас Шадоу Демона. И точно так же разобрали лишь Рака. Перетянулся сюда Лейклс. Ну и Лейклс не даблкилл. Нет, нет. Один килл для Акса, один килл для Лейклса. Но там не удалось в принципе как-то Бэтрайда. Так, кстати, у нас попадает еще и Кецы Кэмба. Лейклс перетягивается на мидлейн. Вот это прошелся Вивера по всей карте. На своем лайне ничего не получилось сделать. Пошел на лайны товарищей и там расковырял ту же в принципе троечку лиц так точно. Ухайо пошел в лес. Причем во вражеский лес. Деревья палить нельзя сюда. Лейклс сейчас подойдет и Ухайо настреляет, я думаю, достаточно плотненько. Бэтрайдер перетягивается на топ. Тут скорее всего даже не на топ, а заниматься спаунами, да? Как я понимаю, Канеки стоит в мидлейне. Куда Майпро делся? Вот он. Майпро отходил. Чуть-чуть Квапа у нас отошла в лесок. Даже не спрашивайте зачем. Пошел Кецы Камбана стреливать по Майпро. Канеки нельзя отсюда отходить. Так, кстати, Куху у нас врывается на Дазла. Дазла очень быстро убирают. Дизрапшн провязали уже. Флеймбрейк под ноги. Ну и что? И убежит что ли Аппа? Не достают у нас, кстати, сплит-осом. Ну, в принципе, здесь Куху не должен отпускать. Тимберчейн есть. Надо просто какое-то дерево. Ну и Аппа прекрасно понимает. Но тут, если не Тимберчейн, то, в принципе, Охайо уже с руки будет разваливать. Тимберсоу погибает здесь. Келлингспри у нас для Бэтрайдера. И Доминейтинг для Майпро. Я думаю, дальше должны гнать. Бежать, бежать. Еще раз бежать. У Канеки до Фиссуры. 10 маны всего лишь не хватает. У Джонни нет вообще маны ни на что. Майпро дальше за Охайо. Ну и Джонни, скорее всего, убивают. Фиссура будет через... Не будет Фиссуры. Тотем проюзал у нас Канеки вместо того, чтобы проюзать Фиссуру. Как так-то? А как это вообще возможно было? У Канеки не хватало всего лишь 10 до Фиссуры. И он решил Тотемом справиться. И не справился. Джонни отсюда уходит. Мувспида хватило, в принципе, чтобы избежать Тотема под ноги. И фраг команды Сигнейчат Раст еще один не заработала. Ну вот, пожалуйста. То, о чем я говорил. Стратегия очень крутая. Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И в итоге правдой не стало. 7-3. Ранний этап. 100% за командой Сигнейчат Раст. По фрагам 7-3 сделали. То есть, да, конечно, фарммит Тим Малайзия прилично. Мид перефармлен очень серьезно. Та же история на легкой линии. Команды Сигнейчат Раста не проигрывают. Ну и поэтому, собственно, по золоту примерно 0. Или даже Тим Малайзия выигрывает у нас 500. По экспириенсу лучше Сигнейчат Раста. Ну, собственно, то, что Малайзия выигрывает по золоту, умудряясь проигрывать более чем в 2 раза по фрагам, это говорит о классе фарма. Но то, что Малайзия не убивает на ранних левелах, это уже тревожный звонок для данной команды, потому что пик был исключительно под, я так понимаю, под раннюю агрессию. Ну и агрессия оказалась вообще недееспособной здесь. У Бэтрайдера 2.100 уже имеется. Тут еще, я думаю, дабл спаун делает. И все, готовый даггер будет. Ну, где-то начало 11-й минуты. Весьма-весьма неплохо. Ну, ой, как не повезло, а? Как же не повезло у Хайя. Появляются големы, и что с ними делать? Как их ковырять? И здесь стоят големы. Ну, сюда везти, да? Все, собственно, что еще здесь можно придумать. Ну, даггер в любом случае уже имеется. Просто осталось его принести. Аба приседает по ХП, Аба перетягивается в лес. Бумбелл что ли в соло остался? Тут Бумбеллу вообще ничего не светит. Появляется у Акса уже собранный вангвард, и появляется у Бэтрайдера даггер. Ранние артефакты необходимые вынесли. У Акса нет даггера. Зато есть даггер у Бэтрайдера. Ну, у Бэтрайдера зато нет вангварда. Он есть у Акса. Но еще бы у Бэтрайдера был вангвард, это вообще дикость была. Лейкелс очень сильно просил по ХП сразу же таймлэпс и бежать отсюда. А как вообще так быстро удалось срезать у нас ХП Лейкелсу? Неужели куху рассказ там такое творит с вивером 9-го левела? Хотя 777 ХП фуловые, это, конечно, тоже не показатель. Ничего удивительного. Если Пакс у нас так резался, было бы страшновато. Смокью, за это команда Малайзия. Пошли за Лейкелсом. Есть ли просветка? Да, у Джонни есть, даст? Мы пошли-пошли в лес. Если не Лейкелса, то кого-то все-таки найдут. У Лейкелса, кстати, 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 как неудачно Лейкелс проязал у нас. А проязал у нас Шукучи. Только-только сейчас откатились. Но это уже после просветки. Это уже, в принципе, бесполезно. Какие-то полтора-два метра он мог бы выиграть и убежать от, элементарно, от Даггера. От Даггера, точнее, от Лассо конкретно проязанного. Но он юзнул Шукучей в Шукучи в крипов. За что, собственно, и поплатился. 7-4. Ну, хоть какая-то агрессия от Малайзии. Хоть как-то пик начинают свой оправдывать. Бэтрайдер от Даггер появился достаточно таймингово. Поэтому сейчас экшен вообще нельзя прекращать. Ку-ху ловит Соник Вейв и убегать отсюда. Мэджик Вон провязал, но Мэджик Вон, в принципе, не сильно у нас-то Ку-ху похилил. Но то, что на дичайших соплях Тимберсол у нас ушло. 20 хп, по-моему. С Тимберчейна улетает из файта и отправляется под фонтан. Ну, повезло здесь невероятно у нас фармящему герою мейнкерри команды Малайзии. Даже как-то странно на Тимберсол говорить мейнкерри. По-моему, эти два слова вместе не употребляются. Ну, ладно. И такое тоже бывает. Забирают Дазла. Отправляется в таверну у нас Дазл. Охайо здесь цепляют. Майпро будет ли по огню бежать? Нет, Майпро не решается. Майпро вообще проблемы дичайшие. Горит у него все, что только может гореть. Ульта еще и ульта СД на нем бессела. Еле-еле там Клопа выжила в данном файте. Майпро 1700 по золоту, нулталисман и пауэртретс. Тут аж пищит, как просится Оркет. Но в Малевэлянс надо срочно-срочно собирать. Есть кого затыкать. Тут первый вообще пассажир Тимберсол. На этот молчаливый поезд, который Клопа устроит. Ну и конечно же СД, конечно же Лешрак, конечно же Вайпер, конечно же Бэтрайдер. Каждый есть. И Малайзия заслужил внимание Клопы по вопросам Сайленса. Правда молчать-то точно будут не все. Кроме Клопы тут Оркет и некому вообще собирать. Вивер вряд ли этим будет заниматься. Кстати Лейкелс уже практически насобирался Белинку, но осталось только на рецепт нафармить. Там 1300 по-моему. Да, 1300 до рецепта остается Лейкелсу и хоть что-то там где-то будет и выйдеть. А пока что Лассо и все, и Лейкелс погибает. Бумбелл великолепно отыгрывает в данном моменте. Очень вовремя Грейв у нас прошел. И Вивер не уходит отсюда. Будут хилить. Почему бы и не хилить? Ушли у нас Тараканы. Тараканы только по крипам. По героям, по-моему, только по Джонни попали. Муши здесь диаболиками сжигает вообще все деревья. Тауру нифига не досталось. Муши у нас какой-то лесной агрессор. На нижний лайн перетягивается у нас Лешрак. Восьмого левела Муши уже есть ульта, в принципе. Есть диаболики и Lightning Storm про макшн. Ну и только в один сплит. Теос, собственно, берется то он не для дэмэджа, а для стана. Стан от левела к левелу не меняется. Везде продолжительность 2 секунды. Поэтому не надо максить наши юные дотеры. Запомните. Стан надо максить только если вы хотите выглядеть не очень на полях сражения. Арканбутс уже есть у Лешрака. Скорее всего, Муш будет выходить в Bloodstone. Арканбутсы потом разбираются и грейдятся в Soul Booster и Bloodstone. Лейклс. Настреливает по Куху. Абагрит на себя Вайпера. Вайпер может здесь умереть, а может, в принципе, и выжить. У Вайпера, кстати, нет Мекки, да? Нет, Мека есть. Мека была проюзана. Живет у нас Кецек Мба. И что? Разбираю табу. И Бумбелла, скорее всего, сейчас расковыряет. Майпро утаскивает у нас на Тауэр. И какой дичайший вообще рассказ тут Тим Малайзия. Это то, о чем я говорил. Это то, что должно было работать. Сейчас еще одна пила от Куху. И Лейклс должен отъезжать. Лейклс, бедняга. Коман Сид как может. Куху режет его пополам. Ну, вот это я понимаю. Вот это рабочая стратегия команды Малайзия. Тим Вайп на 15-й минуте. Минус 5. Двоих потеряли. Потеряли Вайпера и Бэтрайдера. Но это все на фоне 5-ти смертей от Сигнеча Траст. Самое приятное в данном файте, что Тим Берсоу получил невероятное количество экспириенса. По деньгам тоже поднялись все, кто только мог подняться. Да, Бэтрайдера и Вайпера жалко. Хорошо. Но, опять же, кто-то должен был в этом файте умереть. На 15-й минуте 5 в 0 размениваться. Ну, извините, это уже перебор полнейший. Вайпер очень вовремя. Заюзал у нас Мекку. Я как-то посмотрел. Там то ли маны не хватало, то ли еще чего-то. Возможно, его подхилил Меккой еще кто-то. Нет, нет, нет. Но это уже... Да, это легкая наркомания была бы. Две Мекки на 16-й минуте в составе команды Малайзия. Сам себя Вайпер подхилил Меккой. Это было невероятно удачно. Там, по-моему, и Каллинг Блейд. Вот Акса прилетел никуда. Но то, как Майпро на куски разорвало... Это, конечно, что-то серьезнейшее. Ну, теперь Сигней Четрасты до начала этого матча, до того, как пошли крипы, до того, как первые драки случились, они понимали, что это за стратегия у Тим Малайзия. Прекрасно понимали. Но то, что у Малайзии не получалось, где-то там подрасслабилось Сигней Четраст. Вот, собственно, на расслабленных Сигней Четрасты вышли у нас малазийцы. У Тимберсоу уже готов Бладстоун. 17-ая минута. Жертвует всем, чем только можно жертвовать. С одним Бутсов Спид и Мэджик Вон бегает из Таут Шилдом у нас Куху. Зато готов Бладстоун, мейн артефакт для Тимберсоу. Во все времена. Ну что, перетягивается у нас Куху и сразу по Тараканов у нас Куху перетянулся. И отгоняют пятерых игроков команды Сигней Четраст. Но здесь тоже пятибла команды Малайзия на своем Т1 по нижнему лайну. И все. И Сигней Четраст опозорены и уходят. Не хотят драться. Забросайте их пустыми бутылками. Что такое? Сигней Четраст передумали драться. Что-то пошло не так. Видимо, в моральном состоянии команды Сигней Четраст. Видимо, прошлый файт искали их выбил. Канеки. Решил просто поформить у нас на мидлейне. Молнии по Канеки. Сплитос не стал юзать Муши. Но это было бы видно. Тому вернуться не сложно от него. Где-то под комбинацию. Под Лассо от Бэтрайдера, например. Акс, агрит у нас на себя Джонни. Джонни еще умудряется жить. Себя в дизрапшен бросает. Почему не Акса бросит в дизрапшен на себя? Странный мув у Джонни. Джонни в итоге погибает. Лейклсу сбивают Линку. Муши горит. Ульту провязалось. Пилакс, кстати, сразу по троим. Майпро разобрали. Дальше Тимбер за Аксом. И Акс бегает туда-сюда у нас. Опять на хайграунд команды Сигней Четраст залетает у нас Куху. Ну и что? И даблкил для Куху. Охая тоже здесь. Четыре фрага. В размен на двух саппортов. Не забрали только Вивера. Но забрали мидлейн, забрали оффлейн, забрали двух саппортов. Игроки команды Малайзии. Пик у них сложно реализуемый. Потому что здесь всем надо попадать. Всем, чем только можно. Точечных каких-то спелов практически нет. Только разве что у Вайпера. Вайпер Страйк. До Молнии Лешрака. Или там Шадоу Демона. Демоник Пурш. Ну и все остальное надо попадать. Я говорю, конечно же, о Тимберсоу. Которого все скиллы зависят исключительно от рук. Я говорю о Лешраке. Который должен стоять там, где должен стоять. Чтоб пуль снова нормально дамажило. И тем же Сплит Тиос попадать. Не по цели, а по месту, где эта цель стоит. Ну и Флэймбрейки. Ну много, много, очень много всего. Что вкастовывается ситуативно. И над чем надо. Собственно, что расслаблено, так и не вкастуешь. Надо все время обращать на это внимание. Все время держать под контролем вопросы точности. У команды Сигнечит раз поменьше. Такой ерундистики. Виверу разве что тараканами. И Аксу агрить того, кого надо агрить. Ну и Шейкер. Шейкер отдельная тема. Берешь Шейкера, умеешь на Шейкере играть. Это понятное. Это ситуация, собственно, обсуждению не подлежит. Выходят на Т1. Игроки команды Сигнечит раз на сложной линии. Ну и сами в своей легкой теряют Т2 уже. Муши, диаболики. Ну зачем же? Зачем же? И так Тауэр догорит. Муши решил просто, я так понимаю, себе забрать Тауэр. Лейкел со стороны команды Сигнечит раз забирает Тауэр. А на нижнем лайне Муши к рукам прибирает Таврог. Пойнт Бустер. Прошу прощения. Пойнт Бустер появляется у Лешрака. Готовится выйти, собственно, Лешрак. Я так думаю, скорее всего, в Солл Бустер. Да, так и есть. Солл Ринг уже появляется. Нужен Солл Бустер. А именно Виталити Бустер под Солл Бустер. Как много слов Бустер в двух предложениях. Но ничего не поделаешь. Такая фантазия у создателей доты. Так вот. Тут осталось, собственно, Виталити Бустер Лешему насобирать. Арканы разбираются. И Бладстоун готовый на тебе. Ну там еще и рецепт правда надо. Ну что, зацепили у нас Абу. Самый толстый герой команды Сигнечит раз. Астакс, который у нас супер-дупер деф и огромное количество ХП шел. Не почувствовали его Майнценити вообще. Но здесь такая стратегия, что тут кого угодно. Тут Рошана. Подойти можно не почувствовать вообще. Подойти Рошана. Сказал же подвести Рошана, конечно. Если бы за Сигнечит раз, допустим, у нас Каменный Красавчик воевал. Флеймбрейк. Просто прочекать ситуацию. У Канеки 1400 всего. На руках до Даггера еще собирать и собирать. У Вайпера уже есть Яша, есть Мека. Ну, Аквилы всякие вспомогательные. По типу Аквилы ПТ. Все это, разумеется, тоже есть. Но на 22-й минуте Вайпер у нас, по-моему, на первом месте. Нет, Тимберсоу у нас на первом месте. Вайпер в тройку и только-только входит. Куху уже с Даггером, уже с Бладстоуном. В Бладстоуне 11 зарядов. Все это на 22-й минуте. Тимбер слишком серьезный. Чтобы, ну, слишком серьезный. Опять же, он такой серьезный. Потому что команда Сигней Четраст позволила ему быть настолько серьезным. Муши цепляет у нас Квапу. Сплет у вас под ноги. И нет, по-моему, Маны даже у нас на блинкаут отсюда. Бедняжка, бедняжка, Майпро, где твоя Мана? Бумбелл должен разваливаться, но должны гнать его. Тут Аба тоже не особо... Товарищ Муши пытался у нас добить Бумбелла. Бумбелл под Напалмом. Но, в принципе, живой. Абу, скорее всего, разберу. Да, Акс еще раз умирает. 12-18. Лейклс отсюда уходит. И за Бумбеллом дальше пошел Куху. На хайграунд врывается у нас Тимберсоу. Пилу в Бумбелла. Дай же ты, Куху. Против Лейклса решил подраться. Улетает отсюда Тимбер. Есть Даггер. Все, Даггер аут. И бежать, 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 бежать. Куху классно отыгрывать на Тимберсоу. Без вопросов. 8 ассистов, 6 фрагов. Всего лишь 2 смерти у нас для Тимбера. И то это было давно и неправда. У Бэтрайдера уже есть Даггер, есть Форд Став. Тут по перефарму, по-моему, чудеса. Да, 7 с половиной. Тим Малайзия по экспириенсу. Малайзицы тоже выигрывают 7 с половиной тысяч. 12-18. На Творс мы видели. Давайте по вещам пробежимся. Бэтрайдер, Форд Став, Даггер. Еще и гем появляется у нас для Бэтрайдера. Ну, прям золото просто. А не оффлейнер. Шадоу Демон. Ничего, только Транквилы. У Тимберсоу 2000 после Даггера. Даггер у нас после Бладстоуна был. Вайпер, Мека, Яша, Алтимейт Орб, Ринг оф Аквила. Ну и, в принципе, уже готов практически мант оставил. У Лишрака есть Бладстоун. На 24-й минуте у Лишрака Бладстоун. У Тимберсоу Бладстоун тоже. Если вдруг эти два парня будут умирать или заденает сами себя, то отхилят половину карты вообще. Вивер после Линкенсферы. Митрил Хаммер. Надеюсь, Вивер у нас идет в Дезолятор. Это не будет БКБ. Просто хотелось бы, чтобы какой-то отпор команда Сигнейчет Раст по демиджу давала своим соперникам. Вивер мне очень симпатичен. Импонирует данный герой. Интересный, неуловимый. Непонятно, как его убивать, если он хорошо себя чувствует, если он порядочно играет. То, что Лейклс порядочно играет на керри, у меня вопросов никаких нет. Просто, что гнобят всю команду Сигнейчет Раст, это да, это проблема. Ну, короче говоря, если бы Вивер пооткусывал бы пару героев, было бы интересно в файтах. Но для этого нужен нормальный демидж и Дезолятор самое оно для Вивера. Поздновато, конечно. 24 минута, всего лишь один Митрил Хаммер. Но, тем не менее, лучше поздно, чем никогда в данном случае. У Шейкера полторы тысячи по золоту имеется сейчас. И до Даггера еще 750 необходимо Шейкеру. У Акса Вангвард есть. Чейн Мэйл. Акс у нас Блэйд Мэйл. Как я понимаю, выходит тоже очень-очень поздно. Хотя есть Даггер у Акса, и то неплохо. Но 5 смертей для главного танка это проблема. Квапа с двумя обливент стаффами до сих пор на 24-й, уже 25-й минуте нету Оркида. Только-только накапала на рецепт. И у Дазла... Это еще если не сольется. Сейчас у нас Квапа в ближайшие 5 секунд. Но не должна. У Дазла. Кроме Урнов Шадоус и тапка по ворду. Все, больше ничего у Дазла нет. Дазла у нас вообще за чертой бедности. 1900 у него Нетворс на 25-й минуте. Не знаю, сбросьтесь ему на одежду. Абана Эншентов. Ну, блин. Команда Сигнейчат раз как-то терпела-терпела, терпела-терпела. Ушли бы в жесточайший фарм. Сделали бы побольше здесь стак. Здесь 2 несчастных стака за 25 минут. Абана ничего, собственно, здесь и купить не сможет данного. Еще и Бумбелл умудрился у нас подстилить одного Эншента. Вордов же куча. Тут даже ситуация на ворду. Хотя вордов много не бывает. Понятно, понятно. Золотой саппорт. Дазл. Золотые цитаты несуществующих саппортов. Саппортов. Мифических. Которые всегда тебя вордами снабжают в игре. Которые всегда подхиливают, спасают, высвапывают. Где все эти винги, когда я играю, которые подсейвят? Где эти саппорты? Чтоб сложно было вообще между вордов проходить. Чтоб все было заставлено. Нет, такого нет. Но у команды Сигнейчат раз есть такие саппорты. Да и у любой профессиональной команды есть такие саппорты. На то они профессиональные команды. Если хотите играть хорошо, заботьтесь о своих керри. Вайпер забирает себе Аегис. Роха падает для команды Малайзия. Вот теперь Вайпера вообще не ясно, как убивать. Корозев скин здесь в макс. Уже имеется Манта Стайл. Есть Мека. ПТ сейчас на силу переключится. Да, переключилось 1500 хп у Вайпера. Ну и две жизни. Две жизни, что примечательно. Если, в принципе, рассказ-то у команды Малайзия по всем в основном идет. Там и Тимбер, и Лешрак у нас по всем дает атаку. Тимберсоу понятно. Бэтрайдер тоже у нас всех поджигает. Но если вдруг в файте сбивают у нас Аегис Вайпера, то встает он уже на половину битую. Команду Сигнейчит Раста и подрубается нейротоксин. И дэмэджа невероятное количество от Вайпера будет. Но, собственно, сбивать чем-то первую половину хп можно. Не проблема. Как раз Тиммалайзия для этого-то и брали весь свой пик. Ну что, Вайпер. Юзайт. Так, у нас пошел врыв на Абу. Абу вытягивает у нас на лоу-граунд. Скорее всего, здесь разберут. Он под Грейвом. Но это до поры до времени. Грейв спадает как раз вовремя. Аба у нас разваливается. Также разваливается Шейкер. Куху. Гоняет команду Сигнейчит Раст. На их же хай-граунде. Флембрейк по Бумбеллу. Бумбелл на пилу наступил. Ну и сейчас Куху должен его забирать. Дезолятор появляется для Вивера. Где ты, Вивер? Лейклсу срочно нужно файт. Но с другой стороны, вся команда Малайзия фулловая. Куда тут файт приходить? У мужа Диаболики через 7 секунд. Можно на мидлейн сразу идти. Сразу же даже нечего вообще переживать. Тимберсоу может танк... Да какой Тимберсоу? Вайпер может танковать. У Вайпера вообще по ХП еле-еле уходит. Мека есть, а Эггис есть. Все, провязали Диаболики. Горит у нас мидлейн. Хай-граунд сыпется. И команда Сигнейчит Раст по-моему в панике. Что делать непонятно. Бумбелл просто подойти не может. Грейв даже не стал на себя юзать. Я думаю, диалог был примерно следующий. Даззл, почему ты не юзаешь Грейв? И Даззл просто снимает наушники. Бумбелл точнее. И говорит, какой к чертовой матери Грейв? Разворачивается и уходит. Тут просто так смиренно у нас умирал Даззл. Даже без попытки себя подсейвить. Но он понимал тут неотвратимость бытия. И команда Малайзия должна эту катку в свою пользу доигрывать. 12-21. По золоту 14 тысяч Малайзия. По экспириенсу 11 тысяч тоже Малайзийцы. Падает мидлейн. На топе единственная радость команды Сигнейчит Раста. Это то, что до сих пор стоит Т2. И только поэтому, только поэтому команда Малайзия не идет на топ-лейн сносить третью линию, делать мега-крипов. Только поэтому. Я думаю, не ставится такая задача во что бы то ни стало. Снести там Т4 и попытаться трон по-быстрому забрать. По-быстрому вряд ли получится. А вот слиться по Т4 можно. И у команды Сигнейчит Раста такие герои, что если сольешься. Например, Вивер у нас получит кучу всего. То очень проблематично будет потом с Вивером справиться. У Лейклса есть Дезолятор. Спасибо ему за это. И тысяча по золоту есть. Также Линка не забываем. Есть Пауэр Трэдс и Ринго Факвила. У Шейкера появляется Даггер. Наконец-то. Тридцатая минута. Шейкер зарабатывает себе Даггер. Правда, Шейкер левел себе как-то не зарабатывает. Девятого левела Шейкер. Муши, скорее всего, умирается. Хотя нет, уже летит сюда Охайо. Майпро в лосо и Майпро сгорит здесь. Должен, по крайней мере. Да, Майпро сгорает. Вышли. Заденаял себя или нет? Нет, умирает у нас муж. Умирает от Вивера. Но здесь Вивер начинает настреливать. Даблкил от Вивера. Доминейтинг для Лейклса. То, о чем я говорю. Ты просто идешь и отдаешься Лейклсу, а потом непонятно, что с ним делать. Можно, я думаю, даже в Тимбера вгрызться. Какое же сложное по согласным словам. Вгрызаться. Жесть. Ладно, здесь жечь другая. Бумбелл сыпется у нас от Вайпера. Четыре удара. И Вайпер Бумбелла отправляет в таверну. На лоу ХП. Абба. Акс не вообще, не дееспособен против Вайпера. Вайпер просто считает по ХП. А вот теперь Лейклс. Лейклс может говорить у нас с Вайпером. И Лейклс с Вайпером, по-моему, поговорил. Сбивает Аэгис. Лейклс, уходи же отсюда. Таймлэпс и бежать через Шукучи. Будут гнать. Будут, будут гнать. Лейклс, бедняга. Ну, вообще не туда. Поворот не туда. Часть 2. Действительно, не туда у нас свернул Вивер. Заканчивается Шукучи. А там его уже ждут Диаболики. Уже ждет пуль снова. На максимум врубленная. И все это в одного несчастного Вивера. Крипов вокруг не было. Жалко Вивера. Жалко. Надо выкупаться. Без байбэка тут никто из Signature Trust. Собственно, отпор команде Малайзия не даст. Третий лайн упадет. И Вивер станет ненужным вообще на карте. Выкупается у нас Вивер. Прилетает сюда Лейклс сразу же. Пошла погоня за... Как же классно размансил у нас Джонни. Джонни заманил на хайграунд Лейклса. Пока Лейклс на хайграунде гонялся у нас за Шадоу Демоном. Джонни просто себя форстафит вниз. И что в итоге? В итоге сразу четыре игрока команды Signature Trust отправляются в таверну. Четвертый, конечно, только сейчас. Но сам факт, когда главная ударная сила гонялась за Саппортом, а Саппорт его объегорил. Я даже другого слова и придумал от него. Это такой нелепый был мув. В это время команда Малайзия просто убивает всех игроков Signature Trust. А Вивер продолжает бегать. Побегал Вивер. Прибежал к тому, что развалили собственный Тауэр. Собственный Трон, точнее. Поздравляем команду Малайзия с победой. В данном матче они действительно выглядели уверенно по всей катке. Просто посмотрите, у каждого из героев, кроме Шадоу Демона, конечно же, у четырех из пяти героев положительный здесь КДА. Причем положительный так... Ой-ой-ой даже, как положительный. А у команды Малайзия беда полнейшая. 0-7 Шейкер, 0-7 Дазл, 2-7 Акс, 5-5 Квапа. Кое-как еще барахтался Вивер, но... Вивер один в поле не Вивер, короче. Все. Услышимся через пару-тройку минут. Сейчас небольшой перерыв. Музыка, графика. Вернемся на второй матч. Напомню, это Best of 3. Пока что не переключайтесь. Смотрите, какая у нас прекрасная графика. Все. До скорой связи.